В самолете, да, случилось. Значит, я когда покупала билет, я покупала билет компании Нордстарт. И именно ею всегда был прямой самолет. В Красноярске, Баку, Баку, Красноярск. Цена билета 21 тысяча. Регистрирую онлайн, нет бесплатной регистрации. Все, значит, беленький квадратик, свободное место, голубенький квадратик, платное место. Там голубенький с чем-то, там еще, это ВИП, значит, там места, ну, с большим проходом, там, впереди ноги, чтобы тянуть. И темненький квадратик занято. Беленьких квадратиков 0,1. Беленьких нет. То есть все голубенькие. То есть все платно. Зарегистрироваться можно только заплатив. 1120 рублей, там, без нескольких, там, копеек я заплатила для того, чтобы взять место. 1120. Ну, ладно. Итого получился билет 22 тысячи. С небольшим. Ну, ладно. Ильяр меня проводил. Значит, все, как с ручной кладью. Я же рассказывала, да, маму, относительно ручной кладью. Переживали же все. Мне Шахназар помогал. Мы, значит, все взвешивали там с ним. Он без мед предпринял, знаешь, такой дедушки. Реальный. Главное, Шахназар, все прям грамм в грамм. Он говорит, ну, там 100 грамм-то вам, Наталья Викторовна, там простят, наверное. Но я не стала рисковать и все равно вытащила эти самые заколки, которые детям маленьким купила, там, полинки, там, все. Это у Верочки мы покупали с Верой, красивые, там, посмотрите потом. А если сильно понравится, можете себе взять. Их несколько там, если сильно понравится. Только если сильно понравится. Вот я не хочу, понимаешь, вот когда вот так вот. Ты носишь голубую ковточку, которая Оля? Да. Тебе же нравится? Да, я хожу. А у меня она... Нет, она короткая просто очень. Не, ну и же можно с брючками-то носить. С брючками можно, но брючки тоже, ну, вот не с этими же, но как бы красные брючки и синие. Ну, сделаешь брючки белые. Белые брючки, все, значит дома. Ну ты дома-то не сноси ее, она же шикарная. Мне важно, что, видишь, глаза горят, когда вот смотрит человек, что вот им хочется. Бери. Это вот на Кавказе так. А у меня же кавказская кровь, то есть я же грузинка же, отчасти. Поэтому это, видать, оттуда все идет. Если нравится, забирай. Но только чтобы это вот к душе было, чтобы ты носился. И вот Шахназар мне помогал, значит. Я вытащила оттуда все равно заколки, положила, значит, в сумке на поясе с Верочкой в Париже. Я говорю, Вера, мне нужны бананы надеть. У меня один был маленький, и то в него я самое тяжелое, что могла, затолкала. Ну, он маленький. Я говорю, Вера, мне нужны бананы. Я сижу и думаю. Сейчас покажу. Бананы. Ну-ка ты, бананы. Вот эта штука, которая в голову, вот эта банана. Какие бананы? Это логически надо поменять. Бананы. Короче, вот это все. О, присоединение. Вот это все. Нет, не все. Подожди, сейчас покажу. На меня смотрели. На меня смотрели, вы себе должны представляете, как. Ну, конечно, я представляла. Я вся была бешеная. Значит, вот эта Верочка сказала, что вот эта интересная штучка, она затягивается, когда в большой сумке, мелочевка всякая у женщины, в большой сумке, надо вот так вот все затянуть, и ты вот это вытащила, и у тебя все там. Значит, здесь тоже оказалась Вера, я даже не верила, оказывается, здесь же есть этот самый. Присоединение. Присоединение, все. Я это тоже все присоединила, короче. Эту тоже. Вот эту тоже пропустила через... Чтобы это была даже не ручная кладь. Это не ручная кладь. Это была, извините, только если меня взвешивать. Я это все взвесила, у меня 7,5 килограмм было на поясе. Ну, конечно, мы рассмотрели очень. Нет, я шла весело. Ну, типа легко. Ну, здесь у меня там личная гигиена. Это просто мой лоббук вот так вот здесь. Знаете, 7,5 килограмм. Ну, вот эту потрогай, вот эту. Да она сама, наверное, вешает, да? Ты чувствуешь? То есть там камера, там съемники, там все вот эти вот... Ну, в общем, все. И вот этот вот банан. Представляете, что тут были ракушки тяжеленные. То есть, представляете, какой он здоровый, да? В общем, вся. Я как патронтаж такой. Самое тяжелое было в этом. Так что я вам рекомендую, дорогие друзья, бананы. А что это... Не снимаем, что ли? Снимаем. Где? А вон даже пауза... Это... Горит. Время идет. Просто потемнел экран. А что это... А экран потемнел, потому что это... От этого зависит же. Автоматически же... Что-то прям сильно он потемнел. Короче, бананы, ребята! Ребята, бананы. И вот я вот так вот вся, вот так вот вокруг, на основной пояс, значит, все, вот лишние пояса убрала, ремни, и на один, значит, все это понавешиваю, понавешиваю, да, 7,5 килограмм у меня было вот в этих бананах. Значит, в чемодане мы с Шагназаром все это взвесили. Я прям переживаю, но почему так темно-то, а? Ну... Лука не видно, ничего не видно. Главное, что лука не видно. Ну, и что? А еще потому, что у вас заряд аккумулятора. А-а-а, так надо... Ну, вот поэтому темень. А сколько там процентов? Пять. Надо быстренько договорить, и все. Значит, про самолет. А то сейчас пять процентов, и все. А у меня там розетка, может, воткнуть? Я штурм принесу. А то на самом интересном месте точно остановится. Я просто, девочки, знаю, я знаю, что эта тема больная, и она очень многим будет интересна. Понимаете же, да? Я отвлекаю всех. Ты держи, придерживай, придерживай, а то сейчас гробнет. Да-да-да, я ее держу, держу. Красные штаны себе купила, а белые, значит, штаны летом, к синей кофте, к шикарной, она не купила. Я красный костюм себе купила. Ой, там что-нибудь, в Казахстане? Ага. Ну, я смотрю, все совсем, совсем дошла. Сейчас еще вертикально начинается. Куда чудеешься вообще? Я вообще, я еще худею буду. Садись уже, садись. Ох, в общем, веер надо мне принести. А где он? Юля, знаешь, где он? Он, серенькая такая вот сумочка на столе стоит в офисе, и он в японском чехле, веер розовый, будь добра. Да, взяла, поплевала тут пока, знаете, взяла так по скатертике, трет, значит, нет, раздавила эту моль. Такое пятнище посадила на скатерти сейчас. Пока Юля мне тут, а где у вас, Илья, она там, размазала все. Да, Вер, я могу теперь улыбаться, я еще пятого дня, я улыбаться не могла, потому что все болит вообще, все болит. Да, ну что так прям. У меня так никогда не было вообще. О, спасибо, Юля. Ты чувствуешь, да? Красота такая. Девочки, вы были. А, ну и что? Ты видишь, какой вот веер? Да, я была в розовой кофточке, когда мы гуляли по площади Фонтановской Амалом, я была в розовой кофточке вот с этим веером. И в ресторане мы сидели кушать, мы накушали на 120 монатов. Можете себе представить? Нет, это сколько порубил? Ну, это пять с лишним тысяч. Ну, это нормально. Это мы кушали. Это мы просто покушали вообще. Реально, покушали. Потому что вы там кушали так много. Я ягненка ела, барашка ела. Я говорю, вот это хочу, вот это хочу. Короче, ели. Так вот, продолжаем разговор. Я о чем говорила? О бананах? Да. О бананах, о том, как они полезны. Как у них шуантироваться. И, значит, Шах Назар, главное было сдать чемодан, чтобы он был не больше 20 килограмм. У меня так был билет. Париж летел из Парижа, летело в Баку. Там было 23 и 10 килограмм ручной клади. А тут у меня только 20 и 5 килограмм ручной клади. И вот мы взвесили, значит, этот рюкзак. Он был 5 килограмм, 100 грамм. Он говорит, ну 100 грамм вам, Наталья, простят. Что ж там за 100 грамм, что ли? Я говорю, ты бы просил? Конечно. Конечно. Вот. Ну, и, значит, было 20 килограмм. Прямо на обезмене было 20 килограмм. 19-800 было в порту. Ну, то есть там какие-то погрешности, все. То есть там было все четко. Но у меня же еще ноутбук. И у меня же еще бакет. Бананы на мне. Бакет с конфетами от Нигиар. Значит, там с пахлавой. Там, как я, Мал говорит, без пахлавы не поедешь. То есть пахлавы, кстати, хотите? А пахлавы? И пахлавы тоже. Есть только пахлавы? Есть только пахлавы. Кроме пахлавы ничего вообще. Ничего. Там много. Там мы же ничего еще и с Францией не ели. Там все заморожено. Ну, это потом, Верочка. Это все потом. Ну, песни последний день живем. Ну, дай бог. Вообще-то живем во днях. Сегодня второй. Вот. Видишь, что? Короче, я весела, весела. На мне семь с половиной. Я весела. Там пять. Да, тут пять. Тут пять. Понимаешь, все. Илья, значит, стоит, держит у меня там... Вот так, когда Викторовна держит эту сумочку с конфетами. Ну, вот та, которая у меня как бы вот лишняя. Лишняя. Все нормально. Рюкзак. Даже не взвесили почему-то рюкзак отдельно. Бывает такое. Бывает такое. Я бы знала, я бы туда натолкала. А он даже не взвесил. Он сразу, давайте ставьте берочку, если я так это весело. Ну, я так как-то скромно. Я говорю, а на ноутбук... А у меня же еще дамская сумка. У меня же еще дамская была сумка. А дамская, она же вообще не влияет. Она не влияет. Она не влияет. Ну, значит, еще же... Ну, мне тоже пятна. Я говорю, а на ноутбук... Да, я туда тоже самое тяжелое. Я туда ракушки тяжелые тоже. То есть, все, я туда... Ну, вот эти все эти... Они тяжелые украшения все эти. Все туда. Я говорю, ну, ноутбук не надо. Нет, нет, ноутбук не надо. Все. Я на дамскую сумку не надо. Он так все. Стоит там какой-то... Знаешь, такой пожилой мужчина. Такой... Что-то у вас слишком много ручной клади. Я говорю, извините. Я говорю, дамская сумка можно? Я говорю, ноутбук. Я говорю, я журналистка. Я говорю, я работаю. Все такое. Я говорю, чемодан. Да, девятнадцать восемьсот. Рюкзак, говорю, пять. Даже меньше. Три с половиной. Он говорит, ну, ладно. Как-то вот так. И как-то вот все. Да, а там еще пакет у Ильяра. Значит, с конфетами, с паровозиком, там, с пахлавой. Ильяр подарила паровозик Костику. Он еще там держит пакет. Ну, и все. Я прошла регистрацию. Получила посадочный талон. Вся, значит, здесь семь с половиной килограмм. Рюкзачок у меня пять килограмм. Этот самый ноутбук, который я поставила в сумку. В сумку в горошек, которую Анжела высылала. Они говорят, это что у вас там сумка, значит. Я говорю, это не сумка. Они говорят, как не сумка. Я так сумку убираю. Значит, показываю, это ноутбук. А сумка просто так вот. Раз ее вот так вот. Ну, как бы сделала вид. Там, конечно, в кармашках еще было много чего. Я говорю, у меня замки пострадали. Я говорю, я вот сумочку взяла просто сумочку, чтобы туда поставить. Я говорю, чисто просто, чтобы не развалился замочки у меня поломались. Так что кодовое слово здесь. Замочки. И я, значит, все. А то, что там, я говорю, видите, вот она, говорю, пустая сумочка. Просто туда, значит, уже вот этот портфельчик я туда воткнула. А то, что там кармачико с другой стороны еще. Я, как бы, это не показываю. Там тоже много чего. Ну, в общем, ну и я вышла все. Ильяр уже мне тогда все это отдал, говорит, проводил меня до таможни. Посмотрела, значит, как все я там прошла. Подосвиданкались. И, значит, все. Я прошла уже туда, ну, как-то в зал ожидания уже на посадку. До посадки оставалось, до вылета оставалось где-то час, может быть, с небольшим. Я присела там, где, значит, выход к самолету. Все это дын-дын-дын-дын-дын-дын, все свои, это, сняла. Свои пояса, значит, сняла, чтобы отдышаться, думаю, ну все, ну сейчас, чуть-чуть я отдохнула маленечко. Ну, я же весело шла, чтобы это, ну, у меня тут совсем чуть-чуть там. Там, значит, все, главное, говорю, ну, это не кантовать, как бы, нельзя, чтобы это, сам. Да, кстати, на чемодан обязательно, неважно, что у вас там, есть ли нет, я говорю, будьте добры. Говорю, у меня там много стекла. Они говорят, какого стекла? Я говорю, стаканчики, армуды, значит, там все. Они говорят, ну, ваши достопримечательности, я говорю, мне, говорю, желательно, чтобы чемодан не кидали. Есть там, нет, главное, чтобы пришпандорили, значит, что там стекло, стекло, да. Прилепили мне все это дело, вот, ну, я сижу, жду, и вдруг, значит, тут женщина, значит, с двумя детьми маленькими. Они говорят, ой, нет, ну, надо же так, а ну, что же мы так будем-то, это теперь, вот, когда же мы полетим-то. Я говорю, так, в 16-15 вылет, уже табло, значит, девятый выход. Она говорит, да нет, говорит, резь-то отложили, я говорю, как отложили? Она говорит, да вообще отложили, что-то, да непонятно, мне двое детей, да еще кормить не будут. Я говорю, как не будут? Я говорю, как не будут 5 с лишним часов лететь, я говорю, как не будут кормить, да. На этом рейсе не кормят, говорит, что-то отложили, все. Опять сидит, она уже в курсе, а я такая, я опять все на себя, я опять все на себя. Потом я понимаю, значит, смотрю, ну, как бы мы уже зашлись, терминал уже никто никуда не выйдет, Там таможенный контроль Все это международные рейсы Куда она денется Везде камеры Я говорю Мальчик маленький в коляске Значит ты девочка лет шести Я говорю Вы посмотрите Будьте добры Я говорю Ноутбук оставляю Рюкзак оставляю Дамскую сумочку свою беру Ну и это тоже Все как бы на себя Я говорю Пойду узнаю Иду узнаю Задержка на два с лишним часа Вылет Оказывается Самолет прямой Должен был лететь Красноярск в Баку И он же тут Его почистили Все такое На нем же летим обратно Он делает вынужденную посадку В Астане Потому что в самолете Случается с кем-то плохо То есть Они пока ждали скорую Пока там госпитализация Пока опять загрузка Пока опять разрешение на вылет Потому что это все Вне плана Пока там взлетная Пока посадочные полосы Там все Короче Выбились из графика Соответственно И в то время Когда уже Даже мы должны были лететь А мы еще Уже полтора часа Он только прибыл То есть Задержка на три часа была В общей сложности На три часа Я понимаю Что раз я говорю Почему не кормят Нордстар Всегда же кормили Говорю Почему не кормят Хоть я и не в восторге Всегда была От этой компании Но кормили Думаю Пять с половиной часов Я говорю Чужие Я говорю А я-то утречком Чуть-чуть Я маму на работу проводила Он бутерброд съел с сыром Чай выпил Я потом доела Ну уже нервы Уже все Уже не охота Уже ничего не есть Не пить Ничего И вот я с утра А проснулись С половины восьмого Потому что Нигерханом с Ильяром На работу И Пять с мамой Везли на работу Я думаю Как же Я же не выезжу Поесть-то надо А там в основном Что там Сладости Ну что там В порту Кофе Чай Надо же что-то поесть Я говорю А вы Посидите здесь Я говорю Я так есть хочу Говорю Может я где-то пойду Их Идите Идите Я говорю Здесь У нас есть с собой Я уже знаю Эту компанию У нас есть с собой Все такое А я обратила внимание Ну я Даже 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 Когда я регистрировала Билет на эту компанию Кстати они очень хорошо отзываются Ну почему такой дорогой билет Ну сумасшедший Дорогой Все равно Ну Что лето Ну наверное Ну в общем Отзываются о компании Очень хорошо Северный ветер Посадил самолет Я орала Браво Аплодировала Но я на таком Боинге никогда не летала Он длиннющий Он здоровый Там наверное 42 Иллюминатора Огромный Просто огромный Нет бизнес-класса Сразу начинается Все это Я себе на четвертом ряду Купила Забронировала В смысле Зарегистрировала место У прохода всегда беру Он такой длиннющий Мы в туалет ходили Прямо где кабина пилотов Первые Первые там Три части Как бы он разделен И мы когда сели Видать у них скорость сумасшедшая Все это Он так зажужжал Он так загремел Он так Прям все То есть у меня не было таких посадок Вот таких вот Он круто посадил Прямо вот как вот Все Но сама машина Я Для меня Для моего звукового восприятия Это было впервые Такой прямо Рев сумасшедший Чтобы Ну скорость же сбрасывается Постепенно Ну молодец Браво Шикарно Посадил Пилоты Там все 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 Как надо Но когда мы взлетали Сейчас я вернусь Значит Когда мы взлетали То же самое Да До всех Это Самолет начал хрустеть По всему самолету Кресло Когда начали От Человеческого От веса Начали втягиваться Начали все Значит там Как-то все Они новые Они не смазаны Они стали Все хрустеть Кресло У меня такое впечатление Что знаете Как по хрупкому Льду Идешь Такое впечатление Что сейчас просто Поломается самолет И все Вот такой вот Жест Блин Такой И все люди Понимают И все люди Ничего не могут понять Ну новый самолет Ну я говорю Слушай А что Смазать нельзя что ли Или что Или как Товарищи Это северный ветер Там Ну возьмите Там смажьте Может вам масло Выслать У вас там по бюджету Не положено Смазать Это не так Вера я им показала уже Масло оливковое С дозатором Да вообще Потрясающе Я не знаю Я готова Выслать Но это было Очень Я-то нормально Это все чувство Но я смотрю Видят Мужчины Мужчины боятся Летать же Я смотрю Они все Все Под ним То есть Все там ломается Все вот эти звуки Он уже боится Лишний раз Развел Сюда Такой сумасшедший Знаете сколько там людей Нас залетело Ни одного места Нет Рядом со мной было Слева Свободное Там ни одного не было Хвала Всевышнему Надо же Да Вот у меня рядом было А он все время говорит Сумочку уберите Дамскую под ноги Я только достану Сумочку уберите Мальчик Стюарт ходил Все Ну они Корректно все такое Но когда они объявили Что Уважаемые пассажиры Во время полета Вам будет предложена Вода Ну реально То есть Вода С газом И без газа Было добавлено Все Оказывается Сейчас возвращаем Ну ладно Все Живо здорово То есть надо смазать Северный ветер Смазывайте там Свои кресла Не пугайте людей Мы женщины покрепшие Мы как бы привыкшие А мужчин надо беречь А мужчин А мужчин надо беречь Так испугались Все Смотрю Вот так Тут они прямо В это Они в него Впиваются в это кресло Он еще будешь Хрустеть начинает Возвращаемся Значит Я пошла Искать Где покушать Нашла Сплошная Значит Сладость Я говорю Ребят Миленькие Горячие Где-то Можно поесть Ну хоть где-то А вот В соседней Идите Покушайте Там можно И вот я пошла Мне было Все равно Сколько это стоит Я ни меня не смотрела Там на Азербайджанском языке Он мне показывает Там все Я говорю Дорогой Я есть хочу Ты покорми меня Он говорит Ну давайте Хотите пасту С чем С грибами С курицей Я говорю Паста Это Я уже знаю Теперь пасту В ложку Раньше Ты не знала Что это Паста Макароны Ну да Я говорю Ну это в смысле Спагетти Макароны Да Я говорю Ну давайте Пасту Он говорит Вкусно Вкусно бывает Он говорит Вкусно бывает Вам понравится Иногда Ну у них Не всегда Ну нет У них такое Выражение Вкусно бывает Это значит Оно всегда бывает У них так Ну вот Я говорю Давайте пасту Потом думаю Наверное Не наемся Я однако Пастой Я говорю А что еще Он говорит Ну вы же Из России Вам наверное Ну мы можем Вам картофель запечь Картофель запечь У нас же С помидорами Там Я говорю Давай дорогой Картофель Запеките мне Картофель Вот мне принесли Сначала пасту Я удивилась Тарелка И вот Стулечка Там Посерединочка Там не специальные Депер тарелки Она большая А тут Извините Там вот такое дно Я ела 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 Конечно Там вот такое дно Чтобы не остывало Она вот такая Но вот такая Тарелка Большая тарелка В середине небольшой Вот такой вот Кружочек Диаметр совсем небольшой Но она глубокая И я ела Прямо Горячее Горячее Все это А так вот Распластаешь По тарелке Оно быстро расстывает Очень крамотная тарелка Я для себя отметила Думаю Где же там дно-то Еще и еще Я чувствую Что я же уже наелась А вам картошку А мне еще картошку там делают Да Запеченный картофель Мне там делают Думаю Наташа Ну ты как всегда Руки за гребущие Глаза за ведущие Говорю Ну голодные Надо бы маленько поесть Ну как бы я все равно не пожалела Почему? Потому что Я сидела там полтора часа Я сидела Посмотрела фильм Там Почитала То есть сидела все Они мне кипяточку в термосе Налили Я чаек свой туда бросила Там пакетики Все это Термос вообще Две ровни в этом В чехле японский Вообще не остывает Настолько вот здорово Все это Всегда вот берешь вещи Все время добрым словом Споминаешь человека Потому что Ну так И я сижу Сижу, да Ем Приносят мне Второе блюдо Ну доела я Пасту Я так посмотрела Думаю Да как же я же это осилю Это земля-азербайджан Что же вы хотели? Я аж такой же Во-первых Значит Ну я сейчас фотографию Я фотографирую Потом включу ее Когда буду монтировать На деревянной Значит Натуральной Подставочке Стоят два вот таких Вот здорового Грибочка Из картофеля С одной стороны Кожура С другой нет То есть все это Я еще сначала Не знала Что там внутри Начинка Типа наши картошки Начинка Антошка картошка Это тоже Эхмедов Привет Ребята вообще Великолепно работают Обслуживают все Я говорю Дорогой молодой человек Я говорю Можно вас попросить Я это хочу с собой взять У меня там еще Мама с ребенком Я говорю Сидит с вещами Я говорю Я им отдам Они там в самолете Потом сидят Он говорит Конечно И не просто в контейнер А контейнер под фольгой Чтобы не остыло Еще подогрели Вилки Нож Там все это И фирменный пакетик Мне вот все это Еще и с фирменным пакетиком От этого ресторана Зазвучала музыка Началась джазовая песня И я давай там петь Народ значит Я не могу Там проигрыш начался Давай скет выдавать Они значит все смотрят Вышли из кухни И они говорят Мы сейчас вам еще принесем Они мне еще принесли Я говорю Да что вы Что вы Просто не смотрели Музыка потрясающая Все Он говорит Как все Как здорово Какое настроение Короче Я попела Они мне еще вынесли Я значит Этими пакетиками Этой маме Отдала Говорю Кормите детей Спасибо Что вы посидели Ну и мы еще Где-то час ждали После этого Пока нас Или посадку Ну компания Сама по себе Как выяснилось Когда возвращаюсь Когда я регистрировала Я обратила внимание На три окна Которые были активны Сначала я себе Купила место То есть регистрация Только платная А там смотрю Три окна Если вы хотите Кушать Ну то есть В самолете Там написано Вы можете Меня смутило Что Цена уж больно Какая-то маленькая Четыреста Там Двадцать три рубля Или четыреста тридцать два рубля Как бы в моем понимании Все-таки Вот такие услуги Они как бы Все как-то Ну я думала Это дороже Питание Вот если вот Разложить билет То есть это должна быть Сумма больше Но в моем Было всегда понимание И поэтому я подумала Что эта услуга Там была такая Приписочка внизу Вы можете выбрать Согласно Предложенному меню Выбрать Я думала Что эта услуга За то Чтобы выбрать Вот эти там Четыре Думаю Да мне какая разница Рыба Мясо Покормят И я ее как бы Пропустила Вот это вот все Я не обратила даже Внимание Что нужно Заказывать пищу Вторым окном Было Если у вас До двадцати пяти килограмм Слипперевес Пять килограмм Нужно было заплатить Можно было там Оформите Тысячу девятьсот И я бы тогда Извините Но заплатила Я не ходила бы Совсем с этим Пусть бы Но у меня Семь с половиной На поясе Все равно бы было больше И что-то Три Три Восемьсот Что ли Если Тридцать килограмм Но можно было Там оплатить Прямо там Онлайн Я же За место Заплатила Все прошла По карте Прямо Быстренько Все нормально И Там дальше Идет Описание Что Если ваш вес Будет превышать То в аэропорту При регистрации Вы будете платить Гораздо больше То есть Как бы Предупреждение Такое Здесь на сайте Вы Меньше заплатите За лишний вес Чем С вас Возьмут там То есть Получается Что Там вероятно Может быть Еще Сам аэропорт То есть Страна Город Еще И они там Свои какие-то Ну не знаю Короче Что Ну в общем Такое было Предупреждение Ну я же Четко Все Мы же Все взвесили Мы все Думаю У меня все Должно быть В порядке И я Не стала платить И эту тоже Я функцию Я ее проигнорировала Относительно питания То есть Если вы понимаете Если когда покупаешь билет Если бы Вот эта информация Была еще При покупке билета Но ведь ее не было Там У меня Стоит три окна С возвратом Со сменой Даты Какое-то еще Третье там Окошко Ну то есть Ну там нет С питанием Без питания Там нет И там идет справа 20 килограмм Багаж Там все Либо Перечеркнуто Без багажа Либо только ручная кладь То есть там не было Относительно питания Ничего А при регистрации Вот так Примоле надо было Еще и колесико Крутить вниз Опускаться Всего Вот это вот Все Кто-то Может быть Там зарегистрировался И даже бы не крутанул Я еще и крутанула Посмотрите Ну в общем Вы имеете в виду Дорогие друзья Что у нас сейчас Видите как Надо быть повнимательнее Причем Когда в Азербайджане Когда в аэропорт Ехали Меня сразу предупредили Ребята Я тоже регистрировала Семья из Красноярска Они 25-го улетали От Нигиар Я с таким трудом Их зарегистрировала Онлайн Не дают И все Там прям Вот тоже Вот эти проблемы Ну видать Вынуждают Вымогают Деньги Чтобы платить И мы ловили Вот эти вот Свободные Вот эти окошечки Ну поймали Поймали Сказали Что если вы Не зарегистрируетесь Онлайн Вы будете Зарегистрацию Платить на регистрацию Все равно деньги 5 манабр с человека 200 рублей с человека Платная регистрация Что вообще на человека Ну вот Ну вот Я тебе говорю Вот так Ну в Азербайджане Вот так 5 манабр с человека Мы тоже попали Поэтому мы старались Все-таки зарегистрировать Их мы зарегистрировали Ну а ты как С Казахстана летела Что происходит У меня оказалось Билет не включен Был багаж Вообще Дополнительно Ну как бы тоже Билет брала Причем мне Когда тут сказали Что надо оплатить Я-то отсюда Без багажа ехала Я думала Я там могу Доплатить За багаж Ну в том плане Чтобы купить Вот этот багаж Дополнительный Да 20 килограмм А оказалось Нет Оказалось Если здесь Не купила То там тоже Не могу И в итоге Те 20 килограмм Которые я ввезла У меня получилось Их 20 Я везла Их платно 5 тысяч рублей Вот так 20 килограмм 5 тысяч Папа как узнал Целом А у меня А у меня А билет Сколько стоил А билет В общей сложности Значит билет Должен быть дешевый У тебя Да У меня в общей сложности Туда-обратно 27 тысяч Ну это недорого Ну это недорого Ну это недорого Вот И получилось так Что А у меня там еще Получилось как Я прилетела Мы приехали Ты бананы покупай В следующий раз Мы приехали Всем покупать бананы 10 минут Короче А что там у нас Выскочил Кто-то звонит Игорь звонит Ответьте ему А потом Мы это Включим Может там что-то срочно Ну и Ну вот И это В итоге получилось Я прохожу регистрацию Все у меня Отдаю багаж Все у меня ставят Дают вот этот талон И говорят За багаж надо заплатить У вас 10 минут А касса на первом этаже Ааааа Благо у меня со мной были Два брата двоюродных И папа Мы как полетели Вниз спускаемся А там говорят 23 тысячи тенге 5 тысяч рублей У папы с собой 3 тысячи тенге Нет 20 Брат летит в банкомат Снимает деньги Короче У всех шок Мы летим обратно Быстро Быстро В общем Я Когда я подлетела К посадке Когда Где вот посадку Мне еще сказали Сейчас посадку уже объявим Через 5 минут Я короче Туды-сюды Туды-сюды Когда я подлетела А где посадка на Красноярск Посадка на Красноярск В итоге Я первая в автобус Я летела просто В автобус Да вы успеете Где Где Посадка же идет За полчаса Что-то прям Так А я Влетела туда Просто А я Ну Все Все Вот Ну Весело Конечно Ну Ясно Ну Да С этим самолетом Так что вы имейте ввиду Вот Северный ветер А у тебя что Как? Я же тоже На Нордсталь Ну И Там У них сейчас Ну это разные компании Я говорю Покупала билет на Нордсталь А летела северным ветром Я молодого человека Который воду с газом и без газа Развозил И все были счастливы Чтобы хотя бы попить Девчонки Это Влад Сейчас Секундочку Да Сынок Привет Привет Говорят работники Франции Ты на громкой связи У меня тут Алиюшка и Юля Давай говори Ну Сейчас Вы спала Нормально Да я не спала Ладно Это не важно Ты мне скажи Я что ты что ела Что в окно смотрела Еще раз День добрый Дорогие друзья Мы уже по-моему Самолетную тему закончили Да Юля же договорила Тоже про багаж Нет Закончила Тоже закончила По-моему Не закончила Там что Свеча уже все Да Ну я же только стояла Ну уже все Он горячий Будь добра Налей Ой Ну слава Богу Все живы Все здоровы Все трудятся Я туда У меня все хорошо Всем привет Пришли в чувства Угу Особенно Главное Что пришли в чувства Ой какой чай Ой муж Какой чай Сильва Вот не надо Ой Сильва Я тебя же кормила Ой как она плакала Как она сегодня ночью плакала Не могла поверить Что я приехала Она вся Она вся плакала Она каждый день Она прям ходит Она прям плачет Я говорю да потерпи Она скоро вернется Мамка уже Скоро вернется Она потерпит Она прям Она в ней вообще Изнемогала Так я Юля Ал Ты рассказала про Багаж Нет А вот А вот А вот А вот А вот Расскажи Давай Что там у тебя Что у вас Плеев уже Ага Давай Что там у тебя Что там у тебя Что смог закрыть Эту тему Самолетную Ехала я с севера Все нужно было сделать быстро Быстро купить билет И быстро поехать Но Я была с котом Надо было Обязательно Там Согласовать с этой компанией Нордстар там только работает Обязательно Сделать пометку При покупке билета Потому что я еду с котом Обязательно Чтобы у него Весь паспорт Все прививки Были поставлены Обязательно Чтобы сумка Была габаритов Отдельных Чтобы он весил Столько Сколько нужно Там не превышая Каких-то этих Просто так Место Забронировать Какое ты хочешь Нельзя Если ты ездишь С животным Вот И у нас Был Тоже Летом Сейчас 20 килограмм И все Никакой ручной клади Не Ну Ручная кладь Еще 5 килограмм 20 килограмм Ну вот я тебе говорю Я так же Но Там нельзя Покупать Еще То есть Если у тебя Будет перевес Ты не сможешь Его купить Ты его выкинешь Или отдашь кому-то Ты его не сможешь Перевести То есть Все лето Только 20 И 5 Ручная кладь Да Вот такие Правила Были Все лето Даже если У тебя 400 грамм Перевешивают Ты их убираешь Вытаскиваешь Вот мы боялись Безмен Безмен Надо Надо все взвешивать Дома А у меня Столько сумок Естественно Все мои вещи Это полгода Жила Вся зима То есть Куртки Никуда Ты не денешься Ну да Ты же едешь Сейчас Через месяц Уже Зима начнется У меня Один чемодан С платьями Там 19 Где-то Килограмм Как раз И весит Сколько платья Что Я туда вообще Назаду Бальчугу Меховые Наверное Норковые Платят Вот Еще плюс Кот Еще надо Вот эти вещи Мы Короче Взялись За За головы Надо же Срочно Это все У меня Всегда Вот так Все Все Побежали 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 Ну и в итоге Выяснилось Мы дозвонили До компании Там Когда еще Кота Ты Регистрируешь Ты ждешь Когда тебе Компания Его одобрит Три дня То есть Перезваниваешь Им Они говорят Да Можно Чтобы Вот Ваш Кот Полетел И Вот Одна Фишка Оказывается Есть Слава Богу Что Она Есть И Многие Об этом Не знают Многие Об этом Не знают Если На Рейсе Меньше Народу Едет И Меньше Багажа Они Везут Еще Таможенного Своего То есть Там Есть Еще Те Которые Компании Транспортные Да Да Они Выполняют Такую Услугу Да Вот А у тебя Изновидишься Они часто Выполняют Такую Услугу Да Постоянно Постоянно Да И Надо Обязательно Проверять Эту Информацию Если Есть У них Возможность Вот Вот Это Вот Есть Недовес Какой-то То Они Могут Принять Твой Багаж Если Вы Договоритесь Ну Но Договоритесь Там Уже На Месте То есть Да Там Через Линию Там Надо Обязательно Прийти Первым Самым Первым И Там Уже Они Решат Смогут Они Ваш Багаж Провести Платно Ну Дополнительный Или Нет Но Так Сделать Можно Вот У меня Получилось Слава Богу Я Не буду Говорить Это Очень Много Просто Я Не Платила Но У меня Там Связь У меня Кстати Тоже Связь Я Про Эти Связь Ой Я Не Логуси А У меня Там Связи Я Так Скажу Я Вообще Когда Прилетела В Казахстан У меня Папа Он Он А Вообще Это Платно Ну Сколько Прости Пожалуйста Или Я Че Дай Тело Примерно 120 Рублей Килограмм Так Хорошо 120 Рублей Килограмм 20 Килограмм Это Сколько Денег 2400 2400 Ну Вот Оно До 5 Килограмм Я На Сайте Смотрела Вместе С этой Кухней Если У вас 25 Килограмм То Там 1900 Что Ли Около Двух Ну Вот Так Очень Вкусно Пахнут Пирожные Можно Съесть На Поле Он На Поле Он Нужно Съесть Одно Пирожное Потом Еще Второе На Поле Он Ваше здоровье Дорогие друзья В Казахстан Спасибо за информацию Я просто думала Может быть Проси сейчас Сейчас продолжишь Извини Второй раз Я думаю Может быть На второй билет Купить А если Допустим Все-таки Давай представим Себе Что нет Продолжай Твою тему Что Перевозки Там Максимально Заняли Допустимое Как это Ну да На второй билет Не дешево Это Это будет Дорого Но Это лучше Чем бы ты Уехала Сюда Без курток Без сапог На землю Если есть Человек Знакомый То он Отправляет Это транспортную Компанию Это все Оттуда уже Да Кому Ко транспорту Вот это Самое дешевое А второй билет Извините Одиннадцать Опять С копейкой Ну а если Допустим Представить себе Что ты бы летела А здесь уже Минус тридцать Давай такую ситуацию Там Кирды К тебе Отказывают Давай сейчас Без знакомых Просто Простой Рядовой Простой рядовой Человек Летит Здесь говорят Как я Из Баку Плюс 37 Сюда приезжаем 17 Краснодарский И тебе нужно Одеться Тепло Сразу Или ты здесь Побежишь Заново Покупать Себе На рынок Чтобы было Тепло Пока тебе Оттуда Пришлют Я же Переделаю Как-то Ручную Кладь Запихаю Куртку Тоже Самую Надеваю Куртку Надо надевать На себя Товарищи Надеваем Бананы Куртки Игорь мне Говорит Мам Пуховик Нужен Костику Я хотела Пуховик Чукча Еще и на голову Одела Пуховик С капюшоном Дует В самолете При взлете Оставила На вас Там Мне Ну а что Вам сказать Ничего Иду Да Все Алиюша Рассказывай Да Это Лег 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 Лег